Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей встрече. Сегодня мы с вами поговорим про один интересные справочники, про контрагентов и партнеров. И вы видите на экране наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашева Галина. И мы с вами, если вдруг кому-то оказалось неудобным, например, время проведения вебинара или не успели вы досмотреть до конца, можно вернуться немножко попозже на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, возможно, вы найдете еще какие-то интересные для себя материалы. Милости просим, так сказать. Программу нашего вебинара, вот вы видите сейчас ее на экране. И несмотря на то, что справочники, в общем-то, контрагенты и партнеры в 1С ERP уже достаточно давно существуют, все равно возникают вопросы, особенно на первых порах по организации этих справочников, по взаимодействию и так далее. Мы поговорим сегодня, как настраивать справочники, как использовать встроенные сервисы для работы с этими справочниками, как работать с партнерами и контрагентами при разных условиях организации бизнеса. Ну, собственно говоря, обо всем, что связано с этими справочниками. И посмотрим мы дополнительные сервисы и настройки, потому что эти справочники напрямую зависят, напрямую связаны с дебиторской и кредиторской задолженностью. Но, естественно, это очень болезненный вопрос для любой организации. Поэтому мы немножко уделим время и отчетам по дебиторке и кредиторке. Сегодняшняя наша встреча будет построена таким образом. Ну, так сказать, нормативные материалы мы будем смотреть на слайдиках. Будем переключаться параллельно на демобазу ERP таким образом. И будем смотреть на демобазе какие-то конкретные примеры и конкретные действия. И если у вас возникают вопросы по ходу нашей встречи, пожалуйста, пишите любым удобным для вас способом. По электронной почте, в чат. Ну, то есть, собственно говоря, любым способом, который вам удобно. И нам тогда будет гораздо легче ответить на ваши вопросы, потому что мы уже не будем ограничены временными рамками. И сможем и более подробно ответить на ваш вопрос и предметно. Так что, милости просим к сотрудничеству. Начнем мы вот с чего. В ERP существуют два справочника, партнеры и контрагенты. И это достаточно непривычно, например, для тех, кто переходит в бухгалтерии или кто раньше не работал, естественно, с ERP и не знаком с такой структурой. Чем отличаются эти справочники? То есть, на самом деле, есть в информационных материалах, которых много, на самом деле, есть два, так сказать, определения, что справочник партнеры – это управленческая информация и справочник контрагенты – это уже конкретно регламентированная информация, то есть та, которая содержится в регистрационных данных, то есть ИНН, КПП и так далее. Такое определение все-таки вызывает вопросы. И сейчас мы с вами посмотрим, как можно более понятно объяснить, что такое и для чего используются эти справочники. Во-первых, это у нас зависит от настройки нашей программы, от настройки 1С ERP. То есть для того, чтобы определиться, как нам вести партнеров и контрагентов, нужно решить, как ваши бизнес-процессы вы хотите видеть, и, соответственно, нужна ли вам информация, как работают групповые холдинговые структуры, когда, например, связано с торговлей, с продажей или с закупками. То есть мы начинаем, как обычно, заполнение справочников с раздела НСИИ и администрирования и с настроек, которые связаны, соответственно, со справочниками. Сейчас мы переключимся туда и поговорим вот о чем. В разделе НСИИ и администрирования, как вы знаете, находятся, если можно так сказать, грубые настройки, то есть активация разных функциональных опций, которые в дальнейшем, если мы активируем какую-то опцию, то у нас в соответствующем разделе появляются поля для заполнения данной информации. И, соответственно, если мы задаем вот настройка НСИИ и разделов, задаем, соответственно, какие-то параметры, то потом заполняем вот в этом разделе соответствующие справочники. Сейчас снова вернемся к нашим слайдикам. И, как вы видите, у меня здесь на экране выведено, что у нас существует два способа ведения учета, то есть партнеры и как контрагенты. В этом случае это, в общем-то, привычный, во всяком случае, бухгалтерам способ. В этом случае у нас справочника контрагенты в видимости не будет, и мы будем сразу переходить в справочник партнеров. И если мы выбираем независимое ведение, то есть это нам позволяет использовать и управленческие данные, ну, естественно, вот этот вариант более информативный и, в общем-то, позволяет получать больше информации и анализировать, естественно, продажи и все такое. Такую настройку мы задаем в разделе НСИ и администрирования. Вот он наш блок. И здесь выбираем настройку НСИ и разделов, и нас интересует пункт CRM и маркетинг. Значит, в этом случае мы открываем настройки, и настройка CRM мы выбираем независимо вести партнеров и контрагентов. Когда, повторюсь немножко, мы говорим это практически на каждой встрече, но когда мы заполняем настройки и какие-то функциональные опции активируем, то здесь в первую очередь важно читать, читать вот эти подсказочки, которые мы видим возле каждого пункта, где надо проставить чекбокс. То есть чекбокс – это вот такая красивая зеленая галочка. И, соответственно, здесь мы читаем подсказку, независимо вести управленческую структуру и юридическую структуру. Остальные настройки стоит просмотреть, потому что когда мы создаем независимое введение партнеров и контрагентов, нам очень могут понадобиться и дополнительные сведения, например, про бизнес, регионы. Это позволяет проанализировать географию продаж и, соответственно, какие-то другие параметры, которые в данном случае нам могут потребоваться. После того, как мы выполнили настройки, то есть активировали, что независимое введение партнеров и контрагентов, мы можем закрыть этот раздел. И у меня уже стоит такая отметочка, то есть у меня вот в этом блоке НСИ и администрирование, соответственно, появляется раздел «Партнеры». Если я перехожу по этой ссылке, то перед нами открывается журнал, соответственно, партнеров и контрагентов. И вот здесь вот мы с вами первый раз сталкиваемся с тем, что нужно для начала определить, кто будет заносить сведения про партнеров и контрагентов и какой у них будет уровень доступа. Почему? Потому что у нас есть, ну, как минимум, две возможности заводить, например, новых и партнеров, и контрагентов. И от этого зависят их права. То есть один вариант – это использовать помощник для ввода контрагента. В этом случае сама процедура рассчитана на, допустим, пользователя с более низкой квалификацией, потому что больше внимания уделяется безопасности тому, чтобы не создавать дубли, то есть больше внимания уделено проверке. И обратите внимание, вот здесь проверка определяет не только, например, по наименованию дубли, но и по контактной информации. То есть по электронной почте, по телефону, по адресу. Поэтому программа будет анализировать эти параметры и выдает предупреждение, что найдены такие-то аналоги, например, по наименованию или чаще всего по телефону, потому что мы можем не знать телефонов или каких-то контактных сведений на момент ввода информации. И обычно в таких случаях забивается телефон, например, «Все единички» или «Все двоечки». И программа вам находит все ваши кофети, то есть при заполнении информации про партнеров и пишет целый список организаций или партнеров, где телефон 5-6 единичек. И есть другой вариант ввода информации. Сейчас мы его посмотрим, а потом переключимся на помощника. Через кнопочку «Еще» нам доступны здесь вот такие возможности. То есть мы используем меню «Создать нового», выбираем и, соответственно, попадаем в карточку партнера. И здесь уже заполняем, соответственно, все сведения, которые у нас есть, но эти сведения уже не подлежат такому контролю. Сейчас мы более подробно рассмотрим заполнение карточки, а потом перейдем к помощнику. Значит, в первую очередь мы должны заполнить, соответственно, наименование. Здесь нам доступна компания или частное лицо. Напоминаю, мы сейчас создаем партнера. Но прежде чем мы будем заполнять дальше нашу карточку, пока мы с ним непонятно, компания или лицо, что это такое. В общем-то, не совсем привычный нам справочник контрагентов. И вернемся к нашим слайдам, потому что нам надо разобраться, кто же нам все-таки нужен, партнер или контрагент. Так, сейчас вот так подвинемся. И теперь я хочу показать вам вот такой. На этом слайде мы с вами сейчас посмотрели, где мы активируем независимое ведение партнеров и контрагентов. И на следующем слайде он достаточно часто встречается, но, тем не менее, на наш взгляд, он очень показателен. То есть, какие варианты существуют при работе с контрагентами и, естественно, с партнерами. То есть, самый простой вариант, который использовался в бухгалтерии, который всем знаком, это когда партнер соответствует контрагенту и, соответственно, от имени одного юридического лица у нас происходят все движения. В этом случае у нас не будет виден справочник партнер, будет виден только справочник контрагент. И это как раз такая ситуация, когда у нас мы не ставим в флажок независимое ведение партнеров и контрагентов. В этом случае у нас и оперативный учет, и регламентированный учет совпадают. И, в общем-то, никакой главной боли. А вот когда наши партнеры по бизнесу имеют холдинговые структуры или, например, это сетевые контрагенты, вот тогда и начинаются проблемы. То есть, если у нас, например, сетевики, розничные сети чаще всего используются, ну, типа Виктории, Вестера и так далее. В этом случае чаще всего применяется система, когда у нас идет группа партнеров, и от одного ее лица действуют все имеющиеся в сети магазины, но они действуют от одного лица. То есть, например, группа контрагентов Виктория, и название магазинов Виктория-1, Виктория-2, Виктория-3. То есть, сеть магазинов действует от имени одного юридического лица. и холдинговые, так сказать, структуры, когда у нас конкретно, чаще всего используется это в строительном бизнесе, когда у нас партнер действует от имени разных юридических лиц. То есть, например, когда строительные объекты, каждый строительный объект, это отдельное юрлицо, но, например, компания КСК имеет строительную специфику, и, соответственно, каждый объект строительства, у них отдельное юридическое лицо. В этом случае, естественно, учитывать взаимоотношения с партнером, особенно взаиморасчеты, достаточно проблематично, если не принимать во внимание вот такую схему. Сейчас мы с вами попробуем создать контрагент одного контрагента и, соответственно, группу партнеров, которые используются при работе с сетевыми партнерами, например, с сетевыми ритейлерами. Значит, в этом случае мы переключаемся в карточку партнеров и создаем в нашем случае, если вариант, когда сетевики, это у нас компания. Если, например, я при создании карточки ничего не знаю про то, какое юрлицо будет, или Петя, Вася и так далее, то я могу в этом случае ввести, что это частные лица. И, соответственно, ввожу публичное наименование, которое используется и в нашем справочнике для печатных форм, то есть в документах, и рабочее наименование – это наименование, которое будет отражаться для быстрого отбора справочники. И, соответственно, я уже не обязана в рабочем наименовании соблюдать все правила, например, все правила ввода, и могу писать без кавычек, ООО ставите в конец наименование, чтобы программа по первым буквам быстро искала. Сейчас переключимся, я покажу, про что я говорю. Так, партнеры, то есть у меня список партнеров, общий список. Если, как вы видите, у меня написано «база», «электротовары», то чтобы сработал быстрый поиск, мне надо набрать сначала слово «база», потом «кавычки», потом «электротовары». Если я не использую такие вещи, то есть у меня достаточно набрать первые буквы наименование, и поиск сработает. А если я дисциплинированно пишу «банк-кредитор» или там «ООО», «строгая копыта», то в этом случае у меня будет требоваться ввести больше знаков, чтобы найти нужное предприятие. Переключаемся на закладочку «создание партнеров». И, например, я здесь напишу «металлсервис». У меня есть такое собственное юридическое лицо, которое называется «металлсервис». И я хочу сейчас продемонстрировать, как работает этот вариант создания контрагентов и как работает помощник. То есть, что мы создадим наименование, которое у меня уже есть, и что будет, когда программа проверит их или выдаст мне предупреждение. Также назову «металлсервис». Обратите внимание, здесь это тоже бывает часто непонятно, особенно если переходят со старых, сильно доработанных версий, где отдельно велись папочки-поставщики, покупатели и так далее. Здесь мы роли предприятия отражаем, например, клиент. Он же у нас может быть не только клиентом, но и поставлять там какие-то материалы, например, для производства. И, возможно, у нас есть какие-то договора про предоставление кредитов и займов. То есть, мы ставим отметки такие, которые подходят под наши бизнес-процессы, под наши взаимоотношения. И после того, как я проставлю вот эти вот отметки, у меня, соответственно, мой партнер или контрагент будет отражаться в зависимости от этих галочек в разделе «продажи», в разделе «закупки». Ну, конкурентом он у нас вряд ли может быть, потому что он у нас уже клиент и поставщик. И теперь, то есть я заполняю всю информацию, которая у меня есть, для того, чтобы я могла работать потом еще с анализом источников, например, в действенность рекламы или источники информации, которые предпочтительны для поиска данных партнеров. Я заполняю, естественно, максимально подробно все поля, которые существуют. И обратите внимание, у нас есть закладочки «Дополнительно». И здесь есть возможность использовать зонирование. То есть мы можем выбрать регион. Ну, у меня вот, например, вот такие примеры регионального деления. Ну, естественно, в вашем случае вы можете вводить так, как вам удобно, например, по районам города или по каким-то, по отдельным городам. Ну, то есть это зависит уже от ваших коммерсантов, как они для себя делят ваши территории, как они названы. И, естественно, поле «Экспедитор» – это тоже справочник. То есть я задаю достаточно подробную информацию, насколько я могу. Создаю экспедитора через кнопочку «Создать». Я заполняю наименование. То есть это справочник физических лиц. Вот. И здесь уже пишу, например, полное имя, фамилия, имя, отчество. Если я это группирую, то, соответственно, в какую группу он входит. Ну, то есть указываю все его параметры. И после того, как я выбираю конкретного физического лица в качестве экспедитора, я могу создавать дополнительные документы для, например, задания экспедитору. Если, например, у меня идет груз, который необходимо разгрузить в разных местах, или хрупкий груз, ну, то есть создаю документы, поручения экспедитору, в которых я указываю ту информацию, которую необходимо донести до работника. Это не обязательно могут быть наши сотрудники. Это могут быть и сторонние персонажи, с кем мы связаны, какими-то договорными обязательствами. Адреса и телефоны мы создаем. Обратите внимание, лучше всего сразу при заполнении первоначальных справочников загрузить или сейчас, но адрес сейчас меньше используется. И можно подключить карты, как вы видите, то есть чтобы отражалась информация о местонахождении и, соответственно, справочник адреса доставки и справочник просто адрес. Они все используют данные классификаторов, то есть либо кладры, либо фиас. И, соответственно, когда вы их вводите, во-первых, исключаются ошибки, во-вторых, вы можете добавить новые функции, которые связаны с использованием карт. И прочая информация, это может быть все, что угодно, начиная от дня рождения директора и кончая там именем его любимой собачки. То есть при начале создания карточки эту информацию всю надо заполнять максимально подробно, потому что потом, если мы пропустили какое-то поле, то в большинстве случаев у нас отключается какая-то аналитика, какой-то блок аналитики. Значит, после того, как мы заполнили необходимые закладочки, мы сохраняем эту информацию и можем уже в дальнейшем использовать. Значит, обратите внимание, у нас есть поле «Головное предприятие». Вот «Головное предприятие» – это как раз-таки и наша схолдинговая структура. То есть если я создаю «Головное предприятие», ну вот я сейчас просто выберу на «Бум», то в моем случае у меня будет «Головное предприятие», я хочу создать одно, а партнеров я создам несколько и в них укажу «Головное предприятие». В этом случае у меня будет несколько партнеров и одно юридическое лицо, потому что вот это наименование – это мое юридическое лицо. Я могу просмотреть про него сведения, которые я уже внесла, и, в общем-то, другую информацию. А теперь мы с вами… я не сохраняю эти данные. А теперь мы с вами посмотрим, как действовать через партнеров, потому что для того, чтобы, как мы с вами посмотрели уже, я могла воспользоваться функцией «Создать новое», я переходила по кнопочке «Еще», и здесь самый конец, и вот у меня создание нового. для того, чтобы я могла использовать именно этот функционал, мне необходимо, чтобы у меня были установлены либо полные права, то есть я, как пользователь, либо должна работать с полными правами, либо у меня должна быть создана соответствующая роль, где указана возможность работы с этим функционалом. А вот справочник, когда я буду создавать с помощью помощника, у меня, может быть, не полные права, а только на создание через справочник, и вот этот пункт мне будет недоступен. Значит, справочник «Партнеры» и «Контрагенты» у меня запускается по кнопочке «Создать» запускается помощник. Вот мы с вами попали туда же, где только что с вами были, и я выбираю, что я буду создавать компанию. То есть, видите, здесь идет последовательное заполнение, то есть вас последовательно проводят по этапам заполнения какой-то информации. Я выбираю, что это у меня компания будет, и, значит, подсказочка, что это будет создан контрагент. Ну, и, естественно, если я поставлю вот сюда флажок, вот так вот, то у меня одновременно создаться и контрагент. Если я не поставлю сюда флажок, то контрагент у меня будет создан поезд, а пока только партнеры. То есть, если я работаю с, допустим, сетевым ритейлом, то у меня в этом случае создадутся магазины, а юридическое лицо, от имени которого они работают, будет создано позже, или я могу это сделать отдельно. Пока мы спробуем поставить здесь отметку, чек-лист, и у меня тогда дополнительные поля для заполнения требуются, и я уже могу их заполнять. Вот здесь обратите внимание, самый простой и самый комфортный, в общем-то, способ заполнения сведений о предприятии, это у нас использование помощника 1С-контрагента. В этом случае помощник этот доступен, если вы подписчик ИТС. Это дополнительный платный сервис, стоит он порядка 5800 в год, но, тем не менее, позволяет сохранить массу времени и сил, потому что, во-первых, исключает неверный ввод и исключает дублирование. То есть, для справочников, для сервиса 1С-контрагент мы вводим ИНН, то есть, видите, подсказка, что это 10 цифр, поскольку юрлицо, если бы я ставила отмечку частное лицо, у меня было бы 12 цифр, но при вводе ИНН у меня, соответственно, вот по такой стрелочке заполняется вся информация регистрационная, которая содержится в открытом доступе, то есть в ЕГРЮ, в ЕГРИП, и заполняется она правильно, то есть нигде не будет лишних пробелов, нигде не будет лишних кавычек и так далее. Соответственно, у меня будет так, как зарегистрировано сокращенное наименование, публичное наименование, и сразу контактные лица будут указаны, то есть конкретное наименование должности, например, директор, генеральный директор, и его, естественно, фамилия, имя, отчество. Точно так же будут зарегистрированы именно именования, и вот теперь я, допустим, здесь пишу, что у меня вот так называется, вот здесь, а нет, напишу металлсервис, потому что я хотела вам показать, как работает проверка. Вот так. И следующие поля, которые я должна заполнить, это или e-mail, или телефон. То есть не обязательно, я на первых порах могу не знать, я проставлю, например, телефон. Вот так. И, собственно говоря, на первом шаге для меня это достаточно. Я нажимаю кнопку «Далее». Сведения про рабочее наименование. Основной менеджер – это пользователь, то бишь на данный момент я. И группа доступа. Это у нас поле имеет красное подчеркивание, это значит, что оно обязательно к заполнению. И, собственно говоря, кто будет иметь возможность работать с этой карточкой. ну, поставим вот так, например. И отмечаем, опять же, так же, как в обычном, не через помощник с заполнением партнеров, я отмечаю, что он у меня клиент, поставщик и прочие отношения. Ну, и, естественно, юридический и фактический адрес. Фактический адрес – это мы вводим наименование, где реально находится, а юридический, напомню, это то, что у нас зарегистрировано в выписках ЕГРИУ и ЕГРИП, то есть юридический адрес фактически может не совпадать. Используются они, напомню, во-первых, в официальных документах, во-вторых, в счетах коммерческих предложений, а в-третьих, это юридический адрес и фактический адрес. У нас используются в счетах фактурах. Если я выбираю, вот, заполнить сведения, то, как вы видите, и фактический и юридический адрес у меня будет активировать, и вот такой интерфейс, соответственно, здесь я выбираю из классификатора. Выбираю, что это у меня Россия и, соответственно, город. То есть у меня, как при заполнении персональных, например, данных, соответственно, заполняется по классификатору, который я активирую при запуске программы. Так, здесь мы не будем ничего заполнять пока. И вот если я сейчас нажимаю кнопку «Далее», переходим к макрорегионам, например. Ну, вот, выбираю я такой макрорегион. Кнопку «Далее». Это банковские реквизиты. Здесь я их могу указывать, могу не указывать. Если это у меня партнер, то, соответственно, у группы, например, магазинов, которые для Виктории я создам, у меня не будет отдельного банковского счета. А то у меня будет банковский счет только для юридического лица. Поэтому я прохожу через этот пункт дальше. И здесь я вижу сведения. То есть это карточка контрагента, печатная форма. И видите, здесь я могу снять вот этот флажок. У меня не будет печатной формы, если мне это не нужно. Но, тем не менее, я могу проверить все, что я ввела или не ввела, как вы видите, там ИНН, КПП у меня не задано. И я нажимаю кнопочку «Создать». Значит, в этом случае программа мне дала это сделать, поскольку я не сохранила данные, которые я вводила вот через кнопочку «Еще». и, собственно, вводила без использования помощника. И сейчас мы с вами снова переключимся к нашим слайдикам и посмотрим вот такой слайдик, который иллюстрирует, собственно говоря, то, где мы были, то, как активируется помощник. То есть раздел «НСИ» и администрирование под раздел «Партнеры» и кнопка «Создать». Запускается при этом помощник создания контрагента и мы создаем с вами то, что нас интересовало. И следующий слайдик. Соответственно, мы тоже с вами посмотрели помощника и посмотрели второй вариант создания партнеров. Это без использования помощника вот таким вот образом. И вот мы с вами, когда создаем уже конкретную карточку, у нас доступна через кнопочку «Еще» информация по контрагенту. Сейчас мы с вами переключимся и посмотрим. Через кнопочку «Еще» у нас доступно формирование контрагентов и, соответственно, дополнительная информация. То есть мы заполняем, например, контактные лица, ну, то есть все сведения, которые мы можем себе позволить, скажем так, и которые нам потребуются в дальнейшем. То есть раздел «Контрагенты». Я создала себе юридическое лицо «Металлсервис», но информации я про него, естественно, никакой не ввела, поэтому мы не будем смотреть, чтобы лишний раз не убеждаться в моей безалаберности, поскольку, если бы я работала на предприятии, то за такое заполнение справочников меня бы поголовки не погладили. Но вот мое юридическое лицо и вот юридическому лицу я могу вводить информацию уже и про расчетные счета и про конкретные банки. Ну, то есть уже вносить более полно эту информацию, где у меня будет видно, что это контрагенты, которые, кроме того, чтобы мне зайти в каждую карточку, где мне будет видно, какие контрагенты у меня есть и каким они партнерам приспособлены. То есть партнеры, я вижу справочник партнеров, он у меня расположен НСИ, администрирование, партнеры, и я вот здесь вижу этот справочник. Я, естественно, могу туда попасть и по-другому, но пока на этапе заполнения меня интересует именно вот этот вариант. Значит, как вы видите, моя карточка партнеров, сейчас я закрою контрагента, моя карточка партнеров в общем списке партнеров выглядит вот таким образом. И вот здесь я вижу, во-первых, контактные лица, вот мой металл-сервис, я не писала контактных лиц, а во-вторых, я вижу, например, ну вот, так, я вижу вот здесь вот, соответственно, если у меня есть контрагенты, то есть если это партнер, то у него созданы какие-то контрагенты, я их вижу вот по этому, по гиперссылке могу перейти посмотреть юридическое лицо. Ну, то есть вот видите, вот такая пиктограмма, черточка с точкой, это значит, что эта позиция создана через классификатор при загрузке конфигурации, а та, где не стоит точка, это уже мое творчество, и, соответственно, это данные, которые я вводила. Ну, естественно, вот у меня и контактные лица будут указаны и другая информация, если я заношу в справочник все правильно. То есть, соответственно, я вот таким образом могу посмотреть из карточки контрагента список, из карточки партнера, прошу прощения, посмотреть список контрагентов, которые к нему относятся, и, естественно, из самого справочника, не заходя в карточку, посмотреть вот таким образом, кто конкретно юрлица, которые входят в этот холдинг, и контактные персоны, которые отвечают, либо отвечают за каждое конкретное лицо, либо это менеджеры, которые ведут, например, такие лица. Ну, то есть, поскольку у меня данные виртуальные, то есть, придуманные мной, то, видите, при попытке найти контрагента, перейти в контрагента, программа мне ругается, что при проверке такие контрагенты в ФНС не значатся. И вот, видите, внизу у меня расшифровка пиктограмм, которые появляются при каких-то приводе данных, которые не соответствуют действительности. Ну, единственный вариант, что, когда вы вводите информацию, например, о предприятии, которое прекратило деятельность, вот на это надо обращать внимание, потому что, естественно, это тот случай мошенников, когда используют печати уже ликвидированного предприятия. Теперь снова возвращаемся с вами к нашим слайдикам. И вот еще, что мне хотелось вам показать. В самой карточке конкретно партнера у нас есть, кроме того, что мы вводим туда информацию, естественно, есть и достаточно большое количество отчетов. Сейчас мы их посмотрим. И, собственно говоря, еще про один момент мне хотелось сказать. То есть, когда мы заполняем карточку партнера или контрагента создаем нового, то у нас есть, так сказать, более безопасный способ. Это через помощника вводить контрагента. И, естественно, используя сервис 1С контрагент. как мы уже говорили, это платная функция, но, тем не менее, она экономит массу времени, потому что заполняется автоматически по данным регистрационных документов, а во-вторых, предохраняет от ошибок. И второй вариант это мы можем загружать информацию про контрагентов, не через использование сервиса 1С контрагента, а, например, из других источников. Например, прислали вам сведения контрагент, прислал сведения про свою организацию, мы можем загрузить эти сведения в электронном формате. То есть, опять же, избежав ручного ввода и сэкономив время. При этом мы будем с вами сейчас посмотрим такой слайдик. То есть, если у нас, допустим, у нашего партнера 1С он использует, то выгрузить сведения из своей 1С и затянуть автоматически в вашу 1С мы можем вот таким способом. То есть, либо по электронной почте, либо через файл, например, экселевский, либо, если это другой файл, то сохранить в формате XML и, как вы видите, через файл загрузить этот файл в вашу программу. То есть, на самом деле, любой из этих вариантов доступен и в 1С ERP у нас с вами встроенная функция, то есть, работа с экселевскими документами, с экселевскими файлами, очень удобная функция и присутствует такая возможность для всех документов, не только для карточек партнеров или контрагентов, то есть, не только для справочников, но и для документов, для прайсов, для практически для всех документов, которые используются в конфигурации. А теперь мы с вами перейдем опять в демо-базу и посмотрим вот какой момент. как я говорила уже в каждой в каждом допустим партнере у нас с вами имеется большое количество отчетов, которые в основном созданы именно для того, чтобы контролировать возникновение задолженностей дебиторской, кредиторской, ну в зависимости от того, какую роль выполняет данный партнер. Вот возьмем так сейчас вот так возьмем и у нас здесь с вами есть кнопка отчеты и по с помощью этой кнопки мы с вами можем получить достаточно большой перечень информации и здесь для нас наиболее ценное во-первых досье партнера а во-вторых задолженность соответственно поставщикам и клиентам то есть дебиторской кредиторской задолженности есть вот такая такой отчет видимость расчета с партнерами то есть мы можем из конкретной либо партнеров либо конкретного юрлица то есть конкретной организации получить вот такие отчеты то есть наибольший как бы интерес представляет от досье партнера получаем мы вот такую печатную форму мы здесь можем отметить если например ну контакт нам на данный момент не нужно видеть или классификация но вообще форма вот такая то есть достаточно информативная скажем так и мы можем ее распечатать ну и собственно говоря использовать все возможности которые ERP предоставляет теперь мы с вами еще посмотрим задолженность клиента вот это самые скажем так информативные отчеты при этом отметьте что это отчеты которые доступны из карточки то есть это не допустим стандартные бухгалтерские отчеты которые мы можем получить меню регламентированный учет стандартные бухгалтерские отчеты или вот как вы видите вариации других отчетов стандартные бухгалтерские то есть анализ субконта карточка карточка счета и так далее то есть которые в обычной бухгалтерской жизни используются это не отчеты которые используются в разделе продаж в разделе например CRM и маркетинг у нас вот с вами CRM и маркетинг есть отдельный блок отчетов который мы можем посмотреть и здесь есть допустим и анализ наших контрагентов и анализ ассортимента и анализы взаиморасчетов это мы с вами смотрели сейчас ведомость расчетов из карточки партнеров или контрагентов и получается вот такой отчет где у нас все видно то есть и наши контрагенты которые входят в список этих неправильно сказала и наши партнеры которые входят в этот холдинг и соответственно договора которые заключены и взаимозачеты а есть еще один промахнулось вот так значит есть еще один отчет который показательный тоже это задолженность по поставщикам в этом случае я задаю для какой моей конкретной организации я смотрю этот отчет и собственно говоря в этом случае у меня получается информация либо в целом для всего моего холдинга если можно так сказать и соответственно либо по какой-то конкретной организации и еще один отчет которым в принципе часто очень пользуются и собственно говоря он позволяет ввести сводное сводный показывает долг это сводная ведомость расчетов но здесь опять же задается период задается организация и мы получаем вот шапку видите такого отчета он заполняется у нас уже время подходит к концу поэтому мне хочется как можно больше успеть рассказать значит и еще здесь у нас есть взаимодействие то есть например когда мы задаем партнера и к нему каких-то создаем юрлист мы можем задать взаимодействие то есть вот у нас взаимодействие и взаимосвязи это отчет по данной информации и соответственно сейчас мы так сделаем соответственно мы создаем в этом случае взаимодействие то есть что мы запланировали и в отчете мы видим что например проведено три встречи две смски посланы и один телефонный звонок а вот взаимосвязи у нас с вами через меню создать будут немножко по-другому выглядеть то есть взаимосвязи для холдинга например это будет ну у нас в нашем случае например клиент поставщик или поставщик клиента ну то есть задается те информации которые соответствуют вашим бизнес процессам мы записываем эту информацию и потом видим что вот данным юридическим лицом или данным партнером у нас вот такие связи то есть он для нас является например если это строительство то отдельные объекты строительства это будет например заказчик там по другим каким-то бизнес процессам соответственно будут другие отчеты и через карточку в общем-то мы с вами можем посмотреть сгруппировано всю информацию которая доступна раскидана скажем так но доступна вот через карточку и это чаще всего это очень удобно еще у нас есть с вами возможность по взаиморасчетам получать такую информацию то есть у нас есть раздел продажи где мы можем получить как уже с вами посмотрели отчеты можем меню закупки где у нас опять отчеты собраны и есть раздел казначейства здесь у нас с вами есть раздел взаимозачеты и списания задолженности и в первую очередь здесь у нас находятся сверки взаиморасчетов то есть естественно если мы работаем с дебиторской или кредиторской задолженностью первое что мы должны с вами проверить это провести сверку с организацией либо с партнером и зафиксировать что у нас действительно есть такая задолженность это уже мы с вами берем административные действия которые делаем которые проводим в связи с наличием дебиторской или кредиторской задолженности если например выявлено нарушение сроков погашения таких задолженностей то есть мы делаем сверку и после этого может быть например особенно если это свои юрлицы мы выполняем взаимозачеты задолженности то есть вот этот блок взаимозачеты и списания задолженности у нас находится в разделе казначейства и таким образом как вы видите мы используем отчеты которые касаются партнеров и контрагентов и из раздела продаж и из раздела закупок и из раздела казначейства и еще один момент мне хотелось вам показать это у нас дополнительный сервис которые в общем-то очень важны при работе со справочником контрагенты и партнеры то есть у нас в разделе декламентированный учет есть несколько сервисов без которых дополнительно не работают определенные статьи статьи отчетов или личных кабинетов например то есть мы видим с вами раздел 1С отчетность здесь у нас это название блока и видим например личные кабинеты у нас есть личный кабинет ЕНС и единый налоговый счет но тем не менее и здесь у нас есть кабинеты если я хочу запустить какой-то сервис например личный кабинет то прежде чем я его запущу я должна использовать 1С отчетность сервис то есть не название блока а именно конкретный сервис если я перехожу на этот сервис хочу посмотреть вот что в этом разделе у меня живет то есть какую отчетность я сдавала мне программа выкидывает вот такой рекламный баннер и здесь собственно себя она хвалит по этой ссылочке я могу посмотреть как она себя хвалит но на самом деле это возможность напрямую через сайт вот этих фискальных органов отправлять отчетность переписку ввести и так далее то есть без оператора значит я почитала внимательнее прониклась важностью и хочу подключить этот сервис значит если я выбираю подключиться то у меня в этом случае сейчас изменится интерфейс и программа мне напишет что ага вот я хочу подключить вот такое свое юридическое лицо и программа мне напишет что извините для того чтобы использовать возможность подключить вас к такому сервису вы сначала должны подключить сервис 1С отчетность и уже только после подключения этого сервиса мы с вами можем использовать вот этот личный кабинет единый налоговый счет вот хочу я еще раз Андромеду и я должна сначала подключить 1С отчетность это к тому что при работе с партнерами и с контрагентами со справочником партнеров и контрагентов нам нужно подключить тоже сервис 1С контрагент для того чтобы комфортно работать и проверять соответственно своих партнеров желательно подключить сервис 1С парк потому что в этом случае проверка благонадежности контрагентов и партнеров проверяется ну и собственно говоря возможность использовать дополнительные сервисы она важна и очень востребована особенно если у вас предприятие крупное то есть 1С ERP рассчитано на крупные предприятия уровня например завода и в этом случае настроить работу со справочниками с основными то есть основные справочники это у нас номенклатура партнеры контрагенты естественно требуется активировать дополнительные сервисы дополнительные возможности которые у вас предусмотрены подпиской подпиской ИТС соответственно если у вас профподписка то большинство сервисов идут или бесплатные или с льготной оплатой а если подписка ИТС техно то в этом случае сервисы большинство за дополнительные деньги доступно но деньги достаточно дружественные суммы то есть например 4-5 тысяч в год если мы делим помесячно то получается сумма скажем так далеко до критичной на этом мы с вами к сожалению уже должны попрощаться и я возвращаюсь к началу нашего диалога монолога то есть я хочу еще раз напомнить вам наши контактные данные электронный адрес телефоны адрес сайта и хочу сказать что мы выполняем все работы по семейству 1С и продажа и настройка и доработка и приглашаем вас к сотрудничеству будем очень рады оказаться вам полезными у нас большой опыт и мы надеемся он вам пригодится на этом разрешите попрощаться всего вам хорошего доброго дня до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...